Дачники посадки Садоводческом товариществе Черемушки-1 Поэтому сегодня речь пойдет о достижениях, планах и ноу-хау садоводов этого СНТ Согласитесь, что посадите обработать огуречную грядку всего на 6 огурцов куда проще, чем грядку размерами со взлетную полосу Вы можете возразить, что количество огурцов будет разным А я замечу, что огурцов-то вам нужно максимум на 2-3 семьи А не на воинскую часть или пионерский лагерь Вот и опыт семьи Петручак доказывает, что 12 семечек огурцов, посеянных в 2 приема, это и есть оптимальное количество Кстати, первые огурцы Ольга и Александр срывают уже к 20 мая А вот огурцы уже у нас высадил мой супруг в тепличку Огурцы были высажены, посеяны в стаканчики 1 апреля Огурцы в теплице выращиваю гибриды, партинокорпические Потом в середине лета мы добавляем еще 6 штук и нам вполне на 3 семьи 12 огурцов хватает даже заготовки делать Выращиваются огурцы в один ствол, убирая все боковые пасынки Высота теплицы 2,70 позволяет высоко подниматься огурцу По мере упирания в крышу опускаем плеть до определенного периода Потом где-то в середине лета уже огурцы пускаем в свободный рост В основной теплице приходится делать дополнительную тепличку, чтобы огурец достаточно хорошо развивался Огурец в основном растет у нас ночью и ему нужна температура, чтобы внутри была хотя бы 15-16 градусов Вот у меня еще идет греющий кабель, я его поставил в полипропиленовую трубу Это достаточно безопасный способ и включаю на ночь через таймер У меня ночные часы, еще дополнительная вот эта вот маленькая тепличка снутри обогревается дополнительным обогревом электрическим Иначе к 20 мая огурец вырастить не получается А у вас таки получается? Ну получается, 20 мая, ну плюс-минус 2-3 дня, первые огурцы уже там по 5-6 штук мы пробуем Они могут и до осени здесь расти, но они по мере, пройдет 2-2,5 месяца, они начинают болеть Поэтому проще всего делать второй этап, я высаживаю уже без всяких укрытий На вторую часть трехметровую грядочки, а эти просто-напросто выкорчевываю и убираю для того, чтобы не мучиться Никакой химии их не лечить, ну и получать здоровые уже следующие Ну нам вполне хватает, с каждого куста, с каждого растения в среднем получается по ведру огурцов Сегодня 30 апреля, вот в теплице у нас была посажена редиска Вот она достигла вот таких вот размеров у нас В теплице у нас посажена рассада капусты, рассада сельдерея И лук уже созрел, поднялся очень хорошо Так, вот посажены у нас были помидоры на рассаду Помидоры у нас разные сорта, перевезены из дома Здесь они закалятся, подрастут, окрепнут и будут посажены на грядку Еще апрель не закончился, а у вас уже везде такой порядок Как вы успели? Или это с осени было сделано? Ну здесь главная особенность, всегда поддерживать в течение Сначала навести порядок, а потом его поддерживать Вот саженцы, они уже начали просыпаться Просыпаются сливы, просыпается, груша просыпается Вот приствольные круги такой чистый Да, приствольные круги, когда саженец начинает просыпаться Мы, естественно, поливаем, потом делаем подкормку Или мочевиной, или разводим другое весеннее удобрение И ведро торфа или торфа с переплевшим навозом А пропалывайте-то когда, чтобы вот такая красота и чистота была? Ну один раз пропалоть и в следующий раз просто поддерживать порядок Здесь ничего не будет уже расти Каждую грядку, если мы садим или малину, или ежевику, или виноград, или клубнику Мы ее готовим заранее Для этого мы добавляем на один квадратный метр ведро переплевшего навоза и ведро торфа И перекапываем осенью Весной, когда пришло время садить, мы просто тяпкой проходим И земля уже рыхлая, и все готовое Если не будешь ложить ни торфа, ни навоза, ни перегноя, ничего расти не будет Вы смотрите самую удачную программу Это телеверсия журнала «Сады и огороды Приморья» Нашим читателям я напоминаю, что сам журнал можно купить в почтовых отделениях, киосках прессы и садовых магазинах Следующий номер журнала выходит в начале июня А мы продолжаем нашу экскурсию по СНТ «Черемушки-1», куда нас пригласили в гости Мы в свою очередь приглашаем вас в гости на участок Квери Селеневич Там круглый год шелестит листвой зеленая пальма За ростом огурцов следит огородный За чистоту рук отвечает мой додыр А за урожай красная марья Сразу хочу сказать, это мужичок с гармошкой, а это красная марья Потому что в огороде всегда должны быть какие-то чучела Но у меня вот в таком вот образе они И когда уже будет сезон клубники, они как будто будут отгонять всяких птиц И кто-то может клубнику попортить Вот для этого чучела эти и сделала А сделаны они в основном из пластиковых банок, которые 5-литровые Это из-под майонеза Собираю всякие пробочки, всякие крышечки Вот гармошка сделана из пластиковой какой-то упаковки Просто ее согнула так и раскрасила Это тоже бросовый материал, не какая-то там она Ну одежда, конечно, уже, которая вышла из обихода Мы ее сюда, да, мы ее сюда, все в огород И эти сапоги, и ботинки, которые уже не в моде, уже никто такие не носит А они у нас еще сохранились в нашем доме Сейчас я вам покажу свою поделку, которая называется мой дадыр Вот когда мой муж менял колеса на машинах, машины были разные Вот сохранялись вот такие вот шины Я их приспособила для того, чтобы установить вот этот умывальник Раковина уже в квартире такая не модна Уже какие-то другие у нас там ванны принадлежности Ну вот она пригодилась в этом варианте А сама голова сделана из каких-то, ну, может, какой-то старый холодильник Упаковка Да, упаковка от холодильника А здесь прекрасно ее можно сделать А полочки для ухлений, для каких-то щеточек, для мелочевки Где-то крышечку от зубной пасты положить, чтобы ее ветер не сдул Мыльницу поставить, вот полочка прямо за умывальником А умывальник, в общем-то, рабочий, да? Да, водичка, вот можно помыть даже руки Глазки сделаны из донышек бутылок А в них вставлены из цветной бумаги глазки Ну, шляпа эта рабочая Можно, когда вот жарко в огороде что-то пошла, сделала Сняла эту шляпу, одела на себя и пошла работать Это огуречная грядка Ее украшает огородный Который должен всегда в огороде Он присутствует всегда Он следит за инвентарем, чтобы все убиралось Поработал лопатой – убрал на место Поработал граблями – убрал на место Это огородный, он охраняет вот эту грядочку с огурцами Это не просто декоративное сооружение, да? У него есть, можно даже сказать, сакральный смысл А это у вас бочки для воды такие красивые? Да, ну, чтобы не просто бочки стояли Я их решила раскрасить И раскрасить под матрешку и под мальчика, который в фуражке А вот изначально какая была идея? Украсить участок или оприходовать вот этот пластик, который вечно валяется везде? Конечно, на первом плане было мое творчество Которое во мне вот столько вот много Много идей, много задумок всяких разных И вот какую бутылочку не увижу, сразу я ее покупаю И что-то уже знаю из нее, надо сделать Вот, но с другой стороны, конечно, нарядно и красиво Все соседи удивляются Как это ты так сделала? Приедет муж и испугается Я говорю, да нет, он уже привык к моим идеям Нет такого, что вы иногда идете и поднимаете бутылку Для того, чтобы она тоже стала частью какого-то вашего творения Да, и такое, конечно, бывает Потому что собрать вот надо было много зеленых бутылок пластиковых Много коричневых бутылок В основном это пивные как бутылки, коричневые Конечно, мне пришлось собирать их везде Вот этой пальме уже 5 лет Еще она сделана из шланга Горлышки бутылок Насажены на шланг и на укрепление из металлических прутьев Вот, так что муж прикреплял их саморезами Все вот эти бутылочки, донышки от бутылочек Прикреплены саморезами на основу Я поняла, что вы и мужа подключаете Обязательно, без него ничего не получится Вот он ее укреплял, он ее вбивал, он ее ставил Напоминаю, с вами программа «Сады и огороды Приморья» Это телеверсия журнала А еще у журнала есть свой сайт Садприм.ру Хотите узнать, как рассчитать куриный рацион Как правильно посеять морковку Или подобрать многолетники для сада Заходите на сайт Садприм.ру Часто дачники сетуют За огородными заботами забыли Когда в последний раз удавалось выбраться в лес по грибы А у садовода СНТ Черемушки-1 Татьяны Сизовой грибы растут, можно сказать, у крылечка Под соснами Кстати, под этими соснами можно собирать Не только маслята, но и шишки с орехами Татьяна Дмитриевна, но обычно дачники, получив участок Стараются выкорчевать его дотла И чтобы там росли, если росли деревья То только садовые яблони, груши, сливы, абрикосы А у вас на участке есть две кедровых сосны Они тут были изначально или вы их сажали? Вообще-то мы участок купили в 2011 году у пожилой пары И вот этот самый хозяин прежний, он привез с русского острова саженцы У нас две кедрушечки, у нижних соседей и еще ниже Они прижились благополучно, им уже, я так думаю, лет по 45 Мы вот собираем уже с них шишки То есть это шишки, это выросли именно по этих двух кедров? Да, да, да И прям вот их сколько бывает? Три-четыре штуки? Да нет, бывают штук семь, десять Причем их сразу не видно Бывает, что там птички по ним поохотятся, пошелушили Находим уже и весной по шишечке, которые не заметили осенью Вам можно не ходить в лес за орехами в тайгу? Вы их просто собираете здесь на участке? Мало того, под этим кедром, ну как мы его называем, растут еще и грибы Какие? Ну, похоже, маслята В прошлом году это была просто поляна Муж копал столбы под забор и, видимо, грибницу немножечко расшевелил И она разрослась просто по всей площади И я впервые мариновала свои грибы Не было ли у вас сначала мысли убрать вообще? Нет, нет, ни в коем случае Мы даже, когда здесь было не очень хорошее электричество Вернее, провода слабенькие Стал вопрос, что верхушка цепляет И в целях пожарной безопасности вот эту верхушку нужно спилить Мы с соседями собрали около четырех тысяч И нам сделали увеличение для проводов на столб Сейчас оно, конечно, уже не актуально Но, тем не менее, верхушку мы спасли Плодовые здесь у нас, кстати, в нашем микроклимате не очень Хотя есть и яблоньки, есть и другие Но вот люблю хвойные А запах какой, слушайте Прям даже до сих пор шишки Они такие смолистые Со смолой Ну, это прошлогодние, они, конечно, уже подсохли Ну, это как раз вот такой урожай, который можно одну семью обеспечить Орехами, да Шишками Тут у нас бурундуки, белочки бывают Так что... Приходят на ваши орешки Да, очень хорошо эти поползи них И дятел тоже шелушит Скажите, что еще есть замечательного на вашем дачном участке? Ну, мы как раз пришли в тот уголок, где у вас растут декоративные хвойные растения Шишек здесь не будет таких, да? Нет Это уже для красоты Да, это для души, для красоты Вот эта пихточка Называется бриллиант Очень ее люблю Она мягонькая Когда дает прирост, шикарная выглядит Вот это две сосенки Вот это очень интересная Она называется винтерголд Она на зиму становится ярко-желтой А потом зеленеет и становится обычной, вот как мопсик А это мопс, да? Тут вот исколка разрастается Это из семян сеяла Она ковриком серебристым таким и беленькими цветочками цветет А вот исколка, она такая после зимы немножко как пожухшая, она отойдет? Ну, это надо немножко пообрезать, где сухо останется А так, да, отойдет Вот это вот василек живучий горный беленьким цветет И рододендроны Ну, он еще молодой этот уголок, наверное, всего две зимы перезимовал Вот Ну, тем не менее, все принялось, живет, растет Напоминаю вам, что у журналов «Сады и огороды Приморья» есть не только телеверсия, но и сайт садприм.ру Захотите вы еще раз посмотреть нашу программу про СНТ «Черемушки-1»? Заходите на сайт в раздел «Видео» и смотрите хоть 10 раз Ставьте лайки, а ссылку на программу отправляйте друзьям и знакомым Сегодня рассказываем, как живут садоводы в СНТ «Черемушки-1» А живут они дружно, вместе отсыпают дороги и заботятся о том, чтобы в каждый садовый домик беспрепойно подавалось электричество Для этого специалисты ДРСК установили садоводом современный и очень дорогой трансформатор Но чтобы это случилось, председателю СНТ «Черемушки-1» Дарьи Орлаты пришлось объединиться с председателями соседних СНТ «Мукамол», «Мебельщик» и «Угольщик» В результате все четыре товарищества получили новые трансформаторы и высоковольтную линию, построенной за счет ДРСК Благодаря тесному сотрудничеству и умению договориться и согласовать прохождение высоковольтной линии У нас получил трансформатор СНТ «Мебельщик», который до этого вообще никогда не имел своего трансформатора И у них была очень сложная ситуация, поскольку и земли под размещение этого трансформатора у них тоже не было Просто мы поставили трансформатор, так как у нас земли в границах и замежеваны, мы уже давно сделали Мы поставили один трансформатор на два общества, но они дружат с нами, потому что у них нет выбора, как вот Даша говорит, дружим все И у нас один трансформатор на двоих, и у нас теперь свет есть всегда Экономически нам это выгодно, у нас есть совместная дорога, вот она сзади вас проходит Это совместная дорога Мукамола, получается, черемушек, утеса и мебельщика Вот мы ее все совместно содержим Более того, если бы мы не договорились, то высоковольтный кабель невозможно было бы положить, уложить в эту дорогу И содержание же, оно тоже дает определенные финансовые обременения И, как сказать, использование дороги тоже должно быть грамотным, потому что там лежит высоковольтный кабель Выгодно объединяться, потому что очень сложный вопрос согласования прохождения линейного объекта Потому что эта территория плотно застроенная, и для того, чтобы ДРСК могло построить эти линейные объекты Привести, установить трансформаторы, у них должна быть вся проектная документация, вся согласованная И если председатели между собой не дружат, то согласование не осуществляется, а значит строительство линейного объекта становится невозможным Установление трансформатора, выделение мощностей становится невозможным Высоковольтную линию ДРСК строила за свои деньги, без нашего участия Трансформатор тоже куплен и установлен за деньги ДРСК, то есть в это садоводческое товарищество не вкладывалось Трансформатор бы не купили, потому что он стоит миллионы Вот допустим, то, что построено для черемушек ДРСК, это где-то 2,5 миллиона То, что сделано для мукомола и мебельщика, это порядка 4 миллионов Это вот все деньги, которые наша ДРСК вложила в электрификацию садоводческих товариществ То есть мы говорим даже не о выгоде, а просто о невозможности реализации такого сложного проекта В случае, если председатели между собой не договариваются и не дружат То есть даже если бы у вас были деньги, вы бы это не построили Худой мир лучше, чем хорошая война Дружите, как мы дружим Мы правда дружим, у нас совместные улицы У нас совместные, да И как бы у нас очень много моментов, которые нам дешевле решаются совместно Содержание дорог, содержание куветов Даже то, что мы информационно обмениваемся между собой То есть к различным проверкам, административным комиссиям Мы обычно готовимся все вместе Это был последний сюжет нашей программы Что остается сказать на прощание? Дорогие садоводы и председатели Объединяйтесь, чтобы ваши дачные проблемы решались А если у вас есть о чем рассказать, зовите нас в гости Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...